Кстати, ребят, хочу напомнить, что сейчас проходит уникальная акция для вас, для зрителей моего канала, от партнера канала Банка Тинькофф, по кредитной карте Тинькофф Платину, заказав которую по моей ссылке, которая находится в описании под видео, вы получите крутой бонус в виде кэшбэка 2000 рублей и бесплатное обслуживание навсегда за трату 7000 рублей в первый месяц на ваши привычные покупки. То есть, тратите 7000 рублей в первый месяц на ваши обычные покупки в магазине и вам возвращается кэшбэк в сумме 2000 рублей обратно на карту рублями и подключается бесплатное обслуживание навсегда. Кроме того, у данной карты большое количество различных преимуществ. Это и пополнение карты бесплатно через сеть партнеров банка по всей России, бесплатная доставка по всей России, вам даже ехать за ней никуда не нужно. А также переводы до 50000 рублей в месяц на карты других банков абсолютно без комиссий. Ко всему этому при заказе карты вы можете выбрать ее дизайн. Дизайн одного из животных указанный на экране, соответствующий вашему региону, что достаточно круто. В заявлении вы увидите промокод, который находится внизу и соответственно то, что он дает. При подаче данного заявления он активируется и вы участвуете автоматически в данной акции. Акция по времени ограничена, поэтому чтобы успеть воспользоваться и получить крутой бонус, проходите по ссылочке в описании и успевайте заказать данную карту. Ну что ж, мы сегодня достигли нижнюю границу данного широкобоговика уровня 2980-3300. И те, кто ждал этой точки, соответственно здесь воспользовались ей, чтобы крупить спекулятивно некоторые бумаги. Спасибо тем, кто в ужасе здесь продавал. Ну а те, кто эти уровни ожидал, те, кто предполагал, что здесь будут покупатели, такие как я, соответственно, тот на этом заработал. Что мы с вами увидели? Вчера я говорил о том, что мы не добили до конца цели по МВБ. И у нас остается еще отработка вот этого шипа предыдущей волны снижения. Собственно говоря, мы сегодня увидели четкую отработку данного шипа, мы видим по уровню, и от которого, естественно, даже с технической точки зрения появились покупатели. Все я это расписывал заранее, я этих целей ждал. Ну и, соответственно, сегодня были в рамках закрытого инвесторского клуба совершены некоторые покупки. Были покупки два раза Яндекса на отскок, за две сделки было заработано практически 3% и Алроса почти 1,5% также было заврано. Но многие из подписчиков, кто ставил стоп без убыток, как я и писал, могли забрать и более 2%. Я не смотрю зачастую на отдельные бумаги, а смотрю на индекс московской биржи. Ведь многие бумаги, во-первых, являются двигателями индексомосковской биржи, крупные бумаги, такие как Сбербанк. Но остальные бумаги ходят за индексом, так как индекс толкает и остальные бумаги за собой, так скажем, паровозиком. Вот, и мы с вами увидели, что по МВС достигнута была цель. Естественно, это был сигнал по многим бумагам для того, чтобы покупать, да, покупать спекулятивно на отскок хотя бы. И вот мы видим, что последняя сделка у меня была сегодня 2202 по Яндексу. Вот, ну и мы видим, что достаточно круто он сегодня отскочил. Если бы просто ставить стоп без убыток, то можно было ждать, как течет прибыль, ведь он уже дает более 2% данной прибыли. Но за две сделки было получено около 3%, что, собственно, в принципе, достаточно. По Яндексу, если мы с вами обратим внимание, то у нас появилась зона поддержки, уровень поддержки. Ну и, соответственно, мы пришли практически в тот долгий боковик, в котором мы по Яндексу достаточно долго топтались, из которого потом был выход. По Яндексу и подобным бумагам, у кого торгуются здесь долговые расписки, я об этом уже неоднократно говорю, что это несет некие риски, да, и после редмицелляции о том, что может быть навес продаж, если не одно «но». Если центральный банк не вмешается и не придумает инструмент, не ведет инструмент, который будет ограничивать продажу этих расписок, которые были выкуплены у нерезидентов за копейки. Соответственно, это может создать достаточно большой объем продаж, тем более по Яндексу очень много таких расписок. И, естественно, после переезда, при открытии биржи мы с вами можем увидеть достаточно неплохой провал по многим бумагам, у которых торгуются расписки. Но в моменте, почему бы не поспекулировать, да, когда есть такая возможность, вот, и тем более есть такие-то, скажем, сигналы по Индексу-Московской бирже, которые говорят нам о том, что как минимум здесь будут закрывать шорты в таких вот точках, как минимум, как максимум, технари будут здесь покупать, покупать хотя бы на отскок. Но и в целом, если мы с вами обратим внимание, мы пришли к нижней границе данного боковика. Естественно, у нас многие новички делают как? Покупают вот здесь, а потом едут вниз, да? Более правильно делать, это, конечно же, покупать внизу боковика, а продавать вверху боковика. Но никак не наоборот. Что же послужило давлением на наш рынок и добитие целей до самого низа текущего боковика? Ну, во-первых, обратим с вами внимание, конечно же, на валюту. Рубль у нас начал снова свое укрепление. То есть, вышел из данного канала, обновив предыдущий лой, об этом я говорил, да? Если мы увидим обновление предыдущего лоя, то мы придем на отметку 90. То есть, фактически у нас образуется боковик 90, 93, 75. Ранее вот эту зону я указывал и на видео своих ежедневных, говорил уже неоднократно, и в телеграм-канале о том, что здесь я не вижу дальнейшего укрепления доллара и девальвации рубля. Потому что здесь я в этом месте увидел достаточно хорошие продажи. Вот эти волны продаж, где начали гасить валюту. Соответственно, это было сигналом о том, что рубль девальвировать дальше пока что не дадут. И, собственно говоря, мы увидели с вами, во-первых, мы пошли к нижней границе данного канала. Пробив ее вчера, у нас открылась отметка уже на уровне 90. Фактически мы сейчас пытаемся образовать некий диапазон проторговки 90, 93, 75. И, естественно, на укреплении рубля наш рынок также чувствуется достаточно плохо. К тому же, вторым фактором это, конечно же, нефть. Посмотрите на котировки нефти. Я уже неоднократно говорил после вот этого выстрела вверх, да, к собранию ОПЕК, когда здесь лонг был отработан, что больше лонг здесь лучше не рассматривать. У нас нет факторов для роста нефти. А вот негативных факторов достаточно много. Это и снижение экономической активности Китая, это и возможная рецессия в США, возможная рецессия в России. И, как правило, это ведет к снижению энергопотребления. Плюс, на чем я заострял свое внимание именно по данному инструменту. У нас ОПЕК плюс сокращает добычу, сокращает добычу. Но вот эту нишу, которую сокращает ОПЕК, и которая, в принципе, своим сокращением разочаровала спекулянтов, потому что они ожидали большего сокращения. Но я говорю, что у ОПЕК плюс есть свой предел. Они не могут сокращать больше того, сколько им, скажем, необходимо это делать. Соответственно, вот эту нишу занимают другие страны. США сейчас по максимуму ввели свою добычу. То есть, огромнейшее количество сейчас мировых буровых станций задействовано. Также мы с вами недавно слышали новость о том, что Иран и Венесуэла компенсировали большую часть сокращения добычи нефти ОПЕК плюс. Также может нарастить производство Бразилия в 2024 году. Вот, собственно, это является фактором негатива, который сейчас обесценивает цены на энергоносители. Естественно, так как наш рынок сырьевой, это будет давить на наш рынок. Кстати, все эти важные новости я выкладываю в бесплатном телеграм-канале. Подписаться на который можно по ссылочке в описании. Да, я бы сказал, даже нужно, потому что здесь очень много важной информации. Также сюда скидываю скрины из закрытого инвест-клуба, собственно, с результатами сделок. Здесь вы все тоже это можете наблюдать. Подписаться на закрытый инвест-клуб, если есть такое желание, где я пишу свою аналитику в режиме онлайн. То, что я покупаю, различные технические моменты по акциям, технические формации. Вот, по Алроса, допустим, сегодня был вымпел, у которого, конечно же, и произошел выход вверх, согласно данной формации. Вот такие моменты. Все я пишу в своем закрытом инвест-клубе. Ссылочка находится под видео в описании. Первая ссылка есть Telegram-бот и, соответственно, подписка на месяц. Каждый может подписаться, протестировать, но по тому, что я вижу, практически все подписчики продляют подписку ежемесячно, либо подписываются сразу на 6 месяцев. Соответственно, та информация, которую я там даю, мою аналитику, она помогает подписчикам, во-первых, обучаться, во-вторых, зарабатывать на рынке. Вторая ссылка – это заказ карты Тинькофф Платинум с крутым бонусом, кэшбэк 2000 рублей и бесплатное обслуживание. Ну и третья ссылка – это подписка на бесплатный Telegram-канал, на который обязательно уже подписан, потому что здесь очень много важных новостей. И возвращаясь к нефти. Смотрите, на самом деле, вот эта ситуация, она достаточно негативная. Это нам говорит о том, что ОПЕК+, которая все это время регулировала цену на нефть сокращением, может просто-напросто потерять свою регулировочную функцию. И мы с вами можем увидеть на фоне рецессии тоже самое в США, увеличением добычи Венесуэлы, Ирана и США, и заполнения как раз-таки высвобожденными объемами от ОПЕК. Все это может привести к обвалу цен на нефть, чего, собственно, и ждет США. И для нашего рынка это может, конечно, быть негативным моментом в 2024 году. Поэтому мы с вами сегодня видим и падение того самого Лукойла, то есть наших нефтяных компаний. Цены на сырье которого, конечно же, напрямую зависят от его выручки, его деятельности и прибыли. Ну а так как наши главные гиганты Сбербанк, Лукойл, Газпром, это двигатели нашего индекса Московской биржи, соответственно, индекс Московской биржи и снижается, и находится под давлением на давлении котировок данных бумаг. То же самое Сбербанк. Обратим с вами внимание, что я говорил. Я говорил о том, что по Сбербанку нас ждет зона покупок, это 250-255. Но важный уровень здесь, конечно же, являлся уровень 250. Мы фактически пришли до этой зоны. Вот у нас эта зона проторговки. Во-первых, у нас об этот уровень 250 билась ранняя цена. Он являлся сопротивлением. Далее, после того, как мы его прошибли вверх, мы пришли на тест данного уровня. Но перед этим, если мы с вами обратим внимание, мы несколько раз ударялись о уровень 255. В итоге протестировав уровень 250. Соответственно, вот вся эта зона 250-255, это зона покупателя. И подойдя к уровню 255, мы сегодня с вами увидели достаточно такой лайтовый отскок, скажем так. Остановимся подробнее по Сбербанку. Мне очень много вопросов по Сбербанку задают. Давайте с вами разберемся, чтобы вам, как новичкам, как инвесторам, как спекулянтам, было понятно, какую нишу вам занимать. Именно в этой бумаге. Первый момент. Вам необходимо определиться, кто вы, трейдер или инвестор. Я, допустим, трейдер. Я не люблю инвестиционно заходить в бумаги. Я торгую краткосрочно, среднесрочно. Если вы являетесь трейдером, который торгует краткосрочно, то вы отрабатываете как раз-таки вот эти различные уровни, надскоки, уровни сопротивления и так далее. Если вы являетесь инвестором и спрашиваете, да, покупать ли сейчас Сбербанк, тогда обратимся с вами к такому моменту. Возьмем с вами ставку рефинансирования Центрального банка, которая сейчас составляет 15%. И возьмем Сбербанк, дивидендная доходность которого при текущей цене составляет, с учетом НДФЛ, 11,7%. А теперь задайте себе вопрос. А выгодно ли вам Сбербанку покупать сейчас по такой цене текущей, вот с такой вот доходностью дивидендной, когда на тех же вкладах доходность выше? При этом рисковать возможным снижением котировок. Другой вопрос. Если вы покупаете инвестиционно, скажем, возьмем цену Сбербанка на уровне 220. При цене 220 доходность дивидендная уже будет составлять 13,8%. Вот здесь уже более интересно, согласитесь. И уже встает равноправие между защитными, так скажем, инструментами и менее рискованными, и, собственно, рискованным в данный момент акцией Сбербанка. Здесь уже более интересно. Поэтому вы выбираете. Если вы здесь купите, и у вас будет такая доходность дивидендная, выгодно ли вам будет? Я думаю, что не особо, да? Согласитесь. Когда идет период поднятия ставок, когда идет ужесточение денежно-кредитной манипуляторной политики, соответственно, Центральный банк поднимает ставку, ставка по тем же вкладным депозитам будет еще выше. Хорошо. Это вы рассматриваете, скажем, на период полгода-год. Так мы с вами предполагаем, что следующий год примерно при таких же ставках ключевых будет. Но если вы рассматриваете, допустим, на период 2 года, при том, что Центральный банк возможно со второй половины следующего года начнет снижать ключевую ставку, то даже на текущих уровнях Сбербанк при доходности 11,7%, да, если Греф нам говорит о том, что прибыль Сбербанка будет не меньше, чем за 2023 год, 2024 году. Соответственно, в 2025 году вот эта доходность уже будет привлекательна, потому что Центральный банк будет снижать ключевую ставку. На фоне этого, конечно же, данная доходность будет уже привлекательна на текущих уровнях. Соответственно, если вы рассматриваете Сбербанк покупки, то на текущих уровнях вы должны предполагать, что данную доходность вы фактически можете зафиксировать на 2 года. И в 2025 году эта доходность будет вполне конкурентно способной. Вот я бы рассуждал так. Поэтому делайте вывод, трейдер вы или инвестор. Если вы трейдер, то торгуете просто по уровню. Если вы инвестор и хотите купить на год, то я бы подождал ниже. Дадут, не дадут, это другой вопрос. Но, опять же, если вы покупаете на 2-3 года, то и текущая цена, в принципе, уже по доходности вполне подходит, чтобы зафиксировать ее, так скажем, на 2 года. Но это без учетов каких-то фосмазоров. Думаю, сейчас я более подробно вам объяснил, как рассматривать, с какой точки зрения покупка того самого Сбербанка. Далее, какой негативный момент может еще быть в 2024 году для застройщиков и для банков, для банковского сектора. Решение о корректировке программы льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года. То есть, уже до конца 2023 года льготную аптеку могут пересмотреть в худшую сторону, то есть, ужесточить условия. И, естественно, это ударит и по прибыли тех же самых застройщиков. Поэтому, застройщиков я бы сейчас не покупал акции. И, конечно же, это отразится на банках, так как критные портфели, ипотечные критования будут замедляться. Соответственно, у нас здесь будет прослеживаться следующая цепочка. Ипотека будет дорожать. Ипотека. Соответственно, ипотеку будет население меньше брать. Соответственно, у банков будет замедляться наращивание критного портфеля. Соответственно, у застройщиков будет замедляться продажи. Ну, и отсюда у нас идет следующая волна. Так как у застройщиков будет замедляться продажи, то, следовательно, скорее всего, они будут меньше строить. Меньше строить – это меньше потребности в сырье. Соответственно, у нас производители сырья, металлурги и другие компании, которые производят сырье, у них также будет замедление. То есть, снижаться объемы производства. Тем самым, на все это влияет ставка рефинансирования. То есть, центральный банк у нас снижает экономическую активность в стране. Хорошо ли это? Конечно же, это плохо. Ведь за этом последуют и возможные сокращения работников. Потому что объемов станут меньше, заказов станет меньше, производителей станут меньше. Соответственно, это в последнюю очередь ударит и по работникам, по населению, по нас с вами, по физикам. Пойдут сокращения. И, соответственно, у нас пойдет такая волна. Пойдет сокращение, далее эти сокращенные люди перестанут платить ипотеку. Перестанут платить ипотеку, пойдет просроченная задолженность у банков. То есть, фактически, во всех случаях банки будут страдать от всего этого действия. Вот я вам расписал всю логическую цепочку. Поэтому, еще раз, поднятие ставки центральным банком, это, конечно же, плохо. Плохо. И надолго замедлять экономику ни в коем случае нельзя. Но мы видим, что те статические данные, которые нам показывает Росстат, неутешительны и оставляют желать лучшего. И вот у нас 15 числа будет на этой неделе уже заседание центрального банка. Это важный для рынка момент по решению по ключевой ставке. На мой взгляд, все сейчас, в принципе, закладывают ставку 16%, то есть, плюс 1% к текущей. На мой взгляд, как минимум, нужно поднимать до 17%, то есть, плюс 2%. Мой прогноз – это плюс 2%. Но так бы было правильно. То есть, быстрее шокировать экономику, быстрее ударить по инфляции. Соответственно, в 2024 году уже можно будет переходить после этого к снижению ключевой ставки и вливанию денег в экономику. Без этого пока, к сожалению, у нас будет инфляция разгоняться. И это медленное поднятие ставки придет к тому, что центральный банк и на следующем заседании центральную банку придется эту ставку поднимать семенильными шагами. Хотя более правильно было бы сразу шокировать экономику и добиться того, чтобы население перестало тратить. Потому что сейчас праздничные дни будут, население будет тратить. Посмотрите цены в магазине. Посмотрите цены на продукты, на фрукты, овощи. Да на все, посмотрите. Цены у нас растут. Яйца с магазинов пропали. Сначала цена на яйца взлетела. Было там в районе 80-85. Сейчас стало 120. Это первый момент. Второй момент, что этих яиц вообще нет уже практически. То есть я даже в телеграм-канале скидывал. С ленты, да. Там одна фирма, одно наименование. А так полки все пустые. То есть яиц нету. У нас дефицит яиц. По новостям там даже Россия договорилась с Турцией, чтобы яйца привозить из Турции. Из Турции яйца привозить нам. Вот такая вот ситуация. Вот. Ну и возвращаясь к рынку. Опять же смотрите. Что здесь у нас теперь следует ожидать. Все внимание теперь к этому уровню. Если мы его в каком-то случае пробиваем. Потому что сейчас мы видим отскока особо у нас не было. Ну отскок был, но покупок как таковых у нас сильных нет. Следующие уровни у нас уже только 2.800 и 2.700. Вот они у нас эти уровни. То есть здесь уже достаточно большое расстояние. Практически расстояние такое же, как у нас в предыдущем боковике. Поэтому, как говорится, будем следить за текущей ситуацией. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Все ссылочки под видео в описании. Всем удачных торгов. Вступайте во все наши сообщества. И читайте мою аналитику. Ну а всем удачи. Пока-пока.